Здравствуйте, друзья! Сегодня будет одно из самых интересных заданий курса. Мы будем рисовать лицо человека анфас, то есть вид спереди. В ходе этого задания вам придется применить все, что мы изучали на предыдущих уроках. Так что, если вы их подзабыли, пересмотрите их еще раз. Рисовать мы будем в три этапа. Сначала измерим и отобразим на лице основные пропорции, потом прорисуем детали от общего к частному, а затем, используя свет и тень, отобразим объем и глубину рисунка. Причем на первых двух этапах рисунок на лице будет не похож на оригинал. Это нормально и к этому нужно быть готовым. Итак, для начала немного теории. Как бы хорошо вы не знали технику правополушарного рисования, пропорции все равно нужно будет соблюдать. Вот несколько пропорций, которые необходимо знать для построения головы анфас. Если упростить форму головы, она представляет собой шарик, сам череп и нижнюю челюсть. Рисуем шарик и разделяем его средней линией. Эта линия проходит сквозь будущий нос и упирается в подбородок. Тут голова слегка наклонена, поэтому средняя линия тоже будет наклонена, но строго по середине шарик. Затем нарисуем линию глаз строго перпендикулярно средней линии. Обязательно измерьте карандашом, где именно линия глаз пересекает среднюю линию. Мне повезло, и это почти середина средней линии. На этом же этапе можно замерить соотношение длины и ширины лица. Держите карандаш на вытянутой руке, как мы это делали в прошлых уроках. Поняв длину и ширину лица, можно нарисовать нижнюю челюсть. Обычно это 5 линий, сужающихся к низу лица. Снова можно подставить карандаш, чтобы прикинуть их угол наклона. Расстояние между глаз обычно равняется одному глазу. Это вам скажут в любом видео по рисованию. Теперь можно наметить еще 3 одинаковых расстояния. От подбородка до кончика носа, саму длину носа и расстояние от начала роста волос до начала носа. Эти расстояния равны. Я сразу небрежно бросаю линию волос и какие-то явные детальки. Если провести линии от зрачков вниз, обычно они совпадают с уголками рта. Но так как тут рот немного искажен улыбкой, он немного меньше справа. Рот у меня находится примерно на 1 трети между подбородком и носом. А верхняя губа примерно в 2 раза меньше нижней. Намечаю уши, примерные пропорции носа. У всех людей эти пропорции немного отличаются. Однако при измерении все равно можно с ними сравнивать. Кроме того, все эти расстояния изменяются, если человек слегка опустит голову вниз или поднимет наверх. В этом случае все элементы либо спускаются вниз, либо поднимаются наверх соответственно. И пропорции искажаются. Итак, мы разметили лицо очень тонкими линиями. Хорошо бы отойти от рисунка минут на 5. Прогуляться, размяться, чтобы потом свежим взглядом оценить всю картину целиком. Далее мы переходим ко второму этапу. По рисованию контуров. Я постараюсь корректно изобразить изгибы линий и мелкие детали. В приложении к этому видео будут дополнительные материалы по построению головы. Но пока не смотрите их. Нарисуйте автопортрет, используя только это видео. Не бойтесь перерисовывать и полностью смещать любые элементы на лице, если вас не устраивают линии и пропорции. Уточняйте. Можно сколько угодно раз стирать элементы или передвигать их на листе. Отключите внутренний диалог и попробуйте увидеть линии такими, какие они на самом деле есть. Как идет линия век, какая форма бровей, губ, ушей. Примените навык контурного рисования, который мы тренировали в предыдущих уроках. Если видите, что форма не сходится с пропорциями, нарушайте их. Как я уже говорил, можно много раз стирать и перерисовывать, пока не добьетесь именно тех линий, которые видите. Еще раз подчеркну, что на этом этапе лицо может быть совсем не похоже на оригинал. Это нормально. Пока нам важно лишь передать линии такими, какими они на самом деле являются. Третий этап. Отображение объема. Из урока про свет и тень вы знаете, что свет в данном случае падает на голову сверху слева. Правая же часть затемнена. Кроме того, вы уже видите, что самые темные участки под глазами, у переносицы, между губ и так далее. Постепенно я начинаю штриховать и как бы утапливать их в глубину холста. Моя задача сделать из плоского рисунка объемным. Если у вас возникают сложности с этим, то пересмотрите урок про карту теней. Представьте, что голова это яйцо, на которое свет падает сверху слева. Заштрихуйте правую темную часть лица. Затем переходите к деталям. Именно детали, складки, морщинки передает основное сходство с оригиналом. Всякие мелочи типа разреза глаз, изгиба рта или формы скул и так далее. Рисунок это недотошное повторение натуры, не фотография. И на этом этапе я уже полностью отключаю измерительный диалог. Отступаю от пропорции и рисую так, как мне хочется. Рисую линии такими, как я их вижу, а не как подсказывает логика. Немного поиграем с контрастами, чтобы выделить места, которые мне особо нравятся. Чем контрастнее место на рисунке, тем больше внимания к нему у зрителя. Ластиком сотру до бела места, которые лучше всего освещены. Это блики на носу, на левой щеке и к адеке. В итоге я настолько забыл о пропорциях, вырисовывая детали, что место, где волосы, получились слишком маленьким. Но даже на этом этапе это можно исправить. Нарастим мне немного волос сверху. Готово. В конце этого урока вас ждет самый главный секрет, который позволит вам рисовать портреты невероятно точно и круто. Ну а пока практическое задание. Если вы хотите получать практические задания, подписывайтесь на курс «Художник за три дня». Первые три урока бесплатны, ссылка в описании.